здравствуйте сейчас вечером записываю сейчас пол одиннадцатого и наверное загружу и утром вы увидите это знаете болталка просто кому-то нравится писали я сегодня была на работе только недавно пришла сделала пиццу последним смотрите у меня гантели вот этими гантелями я делаю упражнение 5,7 килограмм 1 5 другая 7 ну мне так подарили я не знаю я сегодня водила анечку в поликлинику у нее голова болит почему у него голова часто болит начиная 5 класс 6 7 когда-то мы возили ее к врачу уже не помню что сказали что он какой-то в шейные отделе что-то там не то пережимается это я опять решила потери нервопатологу нервопатолог проезжает соседнего города и в общем она выписала лекарства пошли к терапевту а терапевт сказал что вот у нее есть начинается сколиоз и там может знаете вот перещемление идет лопатки не совсем там одинаково надо сделать зарядку и завтра пойдем на лпк массаж прописали нам упражнения завтра мне надо делать суши торт знаете суши торты заказывают настолько в другие города здесь сержик не очень так согласен было чтобы в нашем городе я так внедряла ну пошла к маме мама так она почувствовала четыре часа там у них не пришла она так почувствовала что я хочу чуть не задержаться ну давай кушай быстрее пять часов у меня фильм я говорю у нее определенные часы и к ней так особо не попадешь знаете как хорошему врачу там по записи или психологу не знаю я вчера я сейчас хочу про instagram хотела рассказать instagram это такая социальная сеть там сидят в основном молодые ну моего возраста тоже сидят люди но все меньше меньше то есть если бы если я была молодой например мне было лет 25 у меня бы там было бы очень много подписчиков мне кажется потому что многие мои ну вот кто меня помнит с меняю жинку или с мастер шеф они еще до сих пор некоторые мне в одноклассниках пишут я иногда и там редко захожу пишут куда вы пропадаете я стала поэтому делиться и сейчас я хочу раскрутить инстаграм у меня там 32 тысячи что ли но целевая моя аудитория там мне вот мешают знаете кто где те дети которые подписались на меня во время мастер-шеф а это не активные подписчики они подписались а потому что это модно интересно они то просили все время лайки у нас у всех как бы количество есть активность не такая высокая из этих детей там ну тысячи семь наверно есть и удалять я их не хочу думаю пусть будет рэйк у меня еще на работе сервер тоже но любит после работы с друзьями пройтись вот завтра уже лена на смену выходит если это посмотрелось им стало рано как быстрый день идет и как быстро жизнь проходит я пока туда-сюда в 12 часа мы пошли с аней поликлинику оттуда в три вышли потом к маме потом за джинсами ходили по магазин и смотреть ей джинсы не купили и я пришла несколько пицца сделала и все уже вечер закончился его час просто меня вызвали наша девочка одна захотела пиццу наши работницы я и сделала и пришла слушать эту пиццу я так раскрутила хорошо как я ее делаю хорошо то есть у меня есть карточка граммовка вся полностью есть если я завтра уеду кто-то вместо меня может стать сделать пиццу но я никогда не смотрю на граммовку я делаю как для себя в итоге она так слава богу идет что иногда я ну как бы чуть ли не расстраиваюсь я так не могу у меня не надо дома быть работника не хочу нанимать потому что во первых я себе больше как-то уверенно хотя у меня есть одна девочка которая могла два раза в неделю проезжать по вечерам я отдыхала но пока не хочу деньги тоже знаете не лишние я постоянно стала закупать рекламу блогера в инстаграме маме там вот если не записалась к врачу ревматологу в ровно мне девушка дала номер у него только прием 400 гривен представляете только прием 400 гривен дальше дальше как какая сумма недавно сдавали анализ тоже 150 гривен и заплатили она там все время пытается что сунуть мне не надо кто это тихо надо разговаривать снимаем видео вот и этот как бы не лишние деньги вы сами понимаете поэтому я буду работать ну конечно приходится бегать приходится бегать туда-сюда туда-сюда и дома сушится готовка все время нужно готовить все время я бы знаете кого бы я взяла не на работу а я бы на 2 2 2 раза в неделю даже один раз в неделю я бы хотела чтобы ко мне пришла женщина но не ко мне домой а вот туда на кухню нашу где обе сделать и вот приготовила бы на три дня хотя бы мне побольше голубцовым много мне сержик очень любит украинские голубцы там где очень мало мяса много жира так что армянские голубцы это в основном мясо и чуть-чуть риса подготовки-то запеканку это пирог мама я маму вообще не хочу говорить может мне придите что-то готовить его не нет так как у нее рука болит не имеют эти пальцы это все связано у нее ревматроидные пробуют это у нее в три раза больше или меньше в общем не в норме три раза там надо 6 а у нее 16 или надо 16 не решит в этом роде и я не хочу даже вообще чтобы она приходила даже нашу что-то делаем что она когда приходит он обязательно что-то делает ты голодный да райк ну сейчас еще пять минут я с вами уже второй раз это видео составляю он приходит тут раз он пришел на обед а сейчас пришел а я вчера пересмотрела одно видео мне какая-то девушка написала что такое видео где помните я говорю что наташа чуприк как мы ссоры с наташей чуприк я пересмотрела как-то включила знаете и вот начала слушать мне так понравилось как будто я с подругой я поняла эту девушку почему и понравилось а я тогда я помню это видео мне давно просили про сорос наташи чуприк рассказать я обещала обещала и как-то я решила рассказать я помню тот день когда я это рассказал я плохо себя чувствовал плохо чувствуешь я усталость какая-то было еще что-то платье у меня хорошие домашние сарафанчик очень удобно знаете так он тут собирается без лифчика можно одевать все в общем и я помню что я так медленно 27 минут это видео рассказывала обычно я стараюсь как-то по конкретнее вот ну хоть я особо не умею по конкретнее и я так заслушалась мне так было хорошо и так на ту сторону посмотрела на карину ну да я бы тоже такую подругу бы я хотела иметь и она у меня тоже характер знаете как бывает я могу ну я могу ну что-то я могу короче тоже не то сказать да я послушала и думаю в конце видео я там говорю вот к чему я вела в конце видео я говорю что я так устала ездить а это был как раз карантин на карантине говорила а я должна была дальше ездить как я устал от этих поездок вы знаете всему приходит логический конец я тогда так сильно устала ездить и уже не могла просто и там потом у нас уже одна участница мастер виталия виталия она уже начала брать она живет в киеве ей легко удобно и как-то так у него пошло там одно-два видео не канал пошел тренд вот и как-то так у него пошло этому ну пусть у него идет как-то вот что такое дерево прямо тут дерево его смотрите и он проверяет как бы мы это дерево случайно там не это это шторы случайно не этот а то что его код их код лезет на это дерево и такие вещи делает это не ощущается он считает что это я когда шторы опускаю я там делаю так нет я отодвигаю дерево вот да я как-то стал думать я не смогу слушать я что хотела рассказать я обратилась к одному блогеру мы с ней вместе начинали то есть у меня когда было 5000 она только начала у нее стремительно стал развиваться канал она бьюти-блогер я к ней обратилась и говорю что не могли бы вы меня прорекламировать она горит какой ваш канала она да я вас ваш муж мой вас узнал выше такая звезда туда все вот как-то а что вы хотите я буду прорекламировать канал канал скажите я и выслала ссылку и она говорит вы выбрали самый тяжелый самый тяжелую тему тему лайфстайл это самый тяжелый блок тема в нашла слава а у уже 200 тысяч начинала на месяц со мной год узкие темы они нам и особенно бьюти-сфере они быстрее поднимаются каналы наверно моих моих подписчиков не заинтересует лайфстайл тут как вам надо нужно больше или супер-супер быть популярным или она сказала или на скандалах скандальная такой что должно быть ну типа найти мама отличника есть такой канал есть такие каналы такие но я не смогу такое показывать я просто трэш я не смогу и я тогда решила я и не супер талантливая и не супер популярная и не могу я там всякие трэши буду брать количеством это количество такое дело такая болталка сейчас возьму я запущу сейчас вечер я же не буду сейчас ночью запускать запущу а завтра у меня завтра тоже какое-то видео выходит но вы уже будете видеть завтра когда это уже будет недавтра сегодня я выставлю как-то так в общем пойду я посуду мыть посуду мыть а райка кормить пойду спать завтра мне оставать мне много работы и пиццы заказы много и суши торт делать и по дому что же там делать и поликлинику идти ладно всего вам хорошего